всем привет сегодня сделаю вам быстренько отчет по процессам прошлую неделю не получалось вышивать работала эту неделю вышиваю сегодня вышиваю и вчера вот так я продвинулась уже прилично продвинулась потом покажу что алинка навязала в общем сегодня будет отчет о моем рукоделий и об алининам рукоделий в общем вот так я продвинулась а в общем то осталось мне немного немного осталось но нитки заканчиваются я уже показывала в прошлом видео в этом наборе катастрофически мало ниток причем всех цветов такого быть просто не может а я думаю что ну здесь виновата комплектовщица наверное не доложила ниток причем всех очень странно первый раз у меня такое в чудесной игле но еще вышивать прилично а из чего же я буду крутить французские узелки в общем перебрала все нитки какие у меня есть в доме мне постоянно приходится трясти свою коробку и подбирать нитки мне еще много осталось вышивать но у меня нет ниток зеленые уже все перебрала уже сколько добавила четверть картины вышиваю уже своими нитками теперь мне нужен вот такой вот рыжий цвет но у меня есть вот пнк кирова в общем у меня и гаммы и пнк и dmc в общем все какие есть нитки я их достала и подбираю у меня уже не осталось на планшетке ниток катастрофа первый раз такое что хочу сказать еще об этом процессе закрепляю ниточку микро стежком причем два раза вот один раз закрепляю и потом отступаю две-три клетки еще раз закрепляю но почему-то ниточки вылазит я не знаю почему так в некоторых процессах я так закрепляю и нормально а здесь у меня вылазит я стала закреплять маленьким узелочком но в принципе изнанка от этого сильно не пострадала изнанка страдает когда большие протяжки а вот и большие узлы а так в принципе вот они микро узелочки маленькие вот здесь вот у меня вот малюсенький узелочек это не так заметно вот но вот почему почему-то именно вот в этой работе у меня ниточки вылезли причем не один раз а несколько раз вот сейчас вышивала и вот здесь желтый опять смотрю вылезла но в общем не буду я ерундой заниматься все равно будет картина оформлена здесь полная зашивка идет и обратная сторона будет закрыта я уже говорила я не уделяю такое огромное внимание изнанки это не цель у меня вот я считаю что вполне такая сносная изнанка вот это в принципе больше нужно для отчета на ютюбе вот кто-то придумал до снимать эти отчеты по своим изнанкам на самом деле оформленные картины у меня висят в доме и никто никогда не видит и не спрашивает какая там изнанка главное чтобы на лицевой стороне были ровные крестики это в принципе основная задача когда я вышиваю я уделяю внимание лицевой стороне но тоже бывает глаза устают не всегда конечно они идеальные на 14 канве в две нити немножечко светится но когда постираю все будет нормально это уже не первая у меня работа много у меня готовых работы чудесные иглы и от алисы все вышивала с нитками гамма на конве 14 каунта и в общем эти работы смотрятся прекрасно но в общем такие у меня продвижение они конечно же небольшие продвижение но отчет все-таки сделать нужно вот не делала отчет я на прошлой неделе а вот но вышиваю один этот процесс не стала я снимать видео вышивальной недели вышивальный влог потому что вышивала один процесс у меня задача его закончить этот процесс поэтому много рассказывать не буду в предыдущем видео я уже об этой работе рассказывала когда полностью работа будет готова тогда я попробую что-нибудь побольше рассказать о ней хотя мне это плохо получается я когда начинаю набор бывает много о нем говорю ну ладно в любом случае финал снимать нужно будет и обычно финальное видео у меня отдельное у меня есть плейлист готовой работы и туда я добавляю ролики о готовых работах чтобы зрителям очень удобно было их найти я не снимаю отчеты года у меня нет отчет по готовым работам у меня есть плейлист где можно посмотреть именно поэтому ролика готовой работе я буду снимать отдельно я вытащила пакеты из шкафа видите у меня сколько пакетов это подарки которые я привезла из поездки летом многие просили показать я их не убираю не рассортирую по коробкам не раскладываю на полку у меня они вот в таких пакетах стоят для того чтобы снять вам видео а вот я сейчас влог выложу вот такой ассорти да про вышивку и про вязание а следующее видео будет скорее всего о подарках алинка пряжи купила виздила в магазин у нас в оренбурге магазин ссылочку оставлю под видео у меня уже был обзор этого магазина но у алины срочный заказ на енотика и срочно нужна была пряжа серая белая долин а черная у тебя есть а есть да многие писали что цена дороговато это такая розничная цена в оренбурге это нормально это еще недорого для нас леонардо считается дешевый магазин а вот но в этом магазине по предоплате можно заказать пряжу дешевле со скидкой арина сегодня заказала розовую нам нужно нежно-розовая пряжа а если заказываем упаковку 5 мотков то цена дешевле я оставлю ссылочку на инстаграм как раз в инстаграм в инстаграм вывешиваются объявления по какой цене можно купить в общем мы увидели объявление что собирается предзаказ на пряжу yarn art и в общем алина сегодня заказала еще розовую она сказала выложит мою игрушку ну типа как рекламную и для дольца как бы ну и мою игрушку а тебе нужно привезти игрушку магазин нет она просто фотографию а фотографии понятненько там для постоянных клиентов акция продаются изделия варежки там носочки взяла ли а вот так что если у тебя будет из излишки игрушек то мы попросим ину твои игрушки продать на каникулах делать нечего анализов тут только слоник вот давно до остальные новые пока алина была на каникулах а вязала единорога пророгов единорожков их три штуки так понравилось их вязать просто кто подписан на инстаграм те первые увидели эти фотографии ссылочка на мой инстаграм тоже есть под видео у меня три страницы в инстаграм каждая привязана к отдельному каналу смотрите там внимательно подписано рукодельный садовый и блогерский инстаграм в общем просили зрители мастер-класс по слонику алин будет ясно это не алинкин многие авторы против когда выкладывают их мастер-класс и алина писала некоторым авторам спрашивала можно ли снять видео они против поэтому алина то что сама придумала то на то будет мастер-класс пока мастер-класс у алины готов вот на этого зайчика на самом деле чтобы придумать свою схему отснять по ней видео связать еще вот такую игрушку на это прилично уходит времени поэтому мастер-класса по слонику не будет мне вопрос задавали будет ли этот мастер-класс или нет набирайте в интернете мастер-класс слоник и там будет очень много слоников но не не видео а описание но кстати видео мастер-классов тоже очень много многие мастера снимают но алина пока не готова не видела на слоника не было да но алина не готова еще к тому чтобы открыть открывать свой канал и вплотную заниматься игрушками ей нужно учиться учиться она хочет на пятерки чтобы получать стипендию поэтому времени на это у нее нет здесь нужно быть не только рукодельницы но еще нужно быть блогером на ютюбе она это уходит много времени алина сказала она лучше это время посвятит вязанию и еще вот таких еще вот таких медвежат алинка связала вот такие вот медвежатки будем проводила голосование а там сказали что еще надо из малинового сделать плачок а я тебе тоже сама сказала не там кстати разделилась мнение вообще там 25 по 26 процентов кто-то за персиковую кто-то за малиновую кто-то за цвет морской волны короче там но прям чуть-чуть прям в один процент малиновая выигрывает это у тебя в контакте в группе в группе я оставлю ссылочку на алинину группу у нее группа есть по игрушкам но и она там иногда опросы устраивает и выкладывает свои готовые работы еще хочу единорожку из вот этой сделать да а по-моему я тебе покупала попробовать если белый единорог и вот нос и копыта вот такие сделать прикольно будет она будет белой белое сочетаться и здесь получается будет острый нос я бы из этого платьица связала для мишки смотри у мишки белый нос и получится что платье как будто в сеточку просвечивает нет платье нос будет белый а платьица будет вот такой смотри как сочетается вот такой же розовый носик вот такой же точно нос только вот такое платье как вы думаете вот такое подойдет платье или просто для такого мишки как этот нос голосует но однотонный то понятно будет красиво смотреться но мне кажется и вот этот прям очень подходит к лицу да мне кажется такой цветной кроме ну карамельный цвет такой больше единорогом подойдет в общем пишите понравился ли вам как где вы видите вот эту пряжу я больше вижу на платьице для медвежонка все папа фабрика у нас игрушек да денежку давай еще денежку полочку на всю стену на всю стену вот этой уже мало папа вот этой полочке ничего не помещается вот куда я новые матки сейчас положу я не знаю вот этой мало вот этой полочки в коридоре тоже мало в общем все папа пора на шкаф деньги набирать еще в зарплату бы дали тут два месяца не дают мне зачем мне шкаф не получить тебе полочка нужна вообще на самом деле пряжа занимает намного больше места чем вышивка я свою вышивку в коробку сложила на антресор к бабушке запихнула и нормально ну тут же не только пряжа тут вещи еще мои тетрадки иди еще мудраясь помещать да надо выкинуть тетрадки они место много занимает пряжу складывать некуда а ты платье в шифонер к нам отнеси вот повесь а мнется у нее отдельно да чё же я там ну твои платья у нас в коридоре под потолком папа сделал вот такие две полки для книг и для фотографий там альбомы с фотографиями тут у нас сушилка где мы белье вешаем вот на ночь мы все это развешиваем потом днем убираем и вот уже половина альбомов мы убрали в коробку отвезли тоже бабушкина антресор ну вот так разместили пряжу алин вот это тоже надо вторую полку убрать все в коробку и разложить пряжу вот так лучше смотрится гораздо ричард ну что ты съел кашлишь да ребят пора освобождать все фабрика игрушек по скоро будет у нас как в магазине стеллажи и будет пряжа пряжа набора-набора нитки развешаны мулине вот так стойки такие будет мулине там по номерам нормально стеллажи с ружьями а папа папа на вахте живет половина времени на вахте а половину времени танки играет папа все равно на охоту уезжает и на рыбалку зато у папы целый гараж для рыбалки еще кладовка для охоты да еще мы папе выделили все шкафы на балконе для его инструмент хотя все шкафы для кастрин на кухне тогда так все папа освобождай мне кухню я буду готовить это мое место кстати штатив сломался я теперь вам мастер-класс не могу снять сломался а потому что вон та тренога сломалась а мне чтобы снимать мастер-класс нужно очень высоко поднять чтобы он сверху был направлен а он очень высоко не поднимается промой и про твой вот нога сломалась и он теперь низкий а мне нужно чтобы он очень высоко сверху мне наклонялся он теперь низкий теперь только трансляции не сиди вне вести как ты будешь снимать слушай а может его вот это вот слушай надо ее вытащить ногу и закрепить чтобы она не засовывалась вот это сломал еще папа вон полку делает но все готовить так ну и теперь рукоделие от нашего папы наконец-то свершилось папа закрыл трубу вот здесь у нас на колонке была страшная труба и тимур сделал вот такую полочку я почему показываю здесь потому что это тоже рукоделие делал сам покупал вот эти белые доски и вот это я придумала вот этот бордюрчик я видела его на дорогих кухнях которые по 100 тысяч а у нас дешевая кухня и я папе сказал что нам нужно вот так задекорировать сделать вот такой заборчик это ручки это дверные ручки которые потом красили акриловой краской кстати проблемно было красить потому что дома воняет и даже акриловая краска она все равно имеет запах причем эти ручки были покрыты лаком и акриловая краска очень плохо ложилась пришлось потом очищать заново красить но в общем нам учился он вот с этими ручками мы не нашли вот эти ручки не лакированы и смотрите что у меня есть у меня есть вот такая корзиночка я специально ее приобретала это полочка по размеру как раз делалась под эту корзинку и мне теперь в эту корзинку нужно шить чехольчик внутри и по краю белое шитье белое кружево но в общем осталось мне доделать вот эту корзинку как-нибудь в марте я обычно в марте почему-то в основном такое что-то творю вытворяю вот мы с вами сделаем вместе вот такой чехольчик у меня есть уже ткань есть шитье все готово уже давно лежит и вот этот букет вот эти цветы заказывала я на алиэкспресс я ссылочку оставлю под видео если вам интересные нужны я искала именно лаванду нижние шкафы у нас сиреневые и у меня вот чайнички сиреневые и я искала специально именно искала сиреневую лаванду и шторы когда заказывала сиренево-розовые я уже знала что здесь будут так стоять именно сиреневые цветочки вот как-то писали мне что без вкусится но мне нравится я все делала на свой вкус не на чей-то вкус на на свой вот поэтому мне нравится бюджетная дешевая кухня вот так преобразилась вот эта труба портила весь вид а многие говорили что нужно колонку убрать в шкаф есть такие встроенные шкафы заказные кухни под заказ мало того что за такие кухни нужно платить дорого так это еще и незаконно когда пришел газовик он сказал что нельзя убирать колонку в шкаф да многие нарушают технику безопасности убирают но мы решили этого не делать и вон сколько случаев где газ бытовой взрывается нафиг мне надо эти проблемы что тяга меньше а тяга тимур тяга меньше становится но в общем вот так мы решили вопрос с нашей дешевой кухни закрыли все и теперь вот так все это смотрится культурненько все тимур молодец пишите комментарии хвалите тимура чтобы он еще дальше нам что-нибудь показал на самом деле он умеет делать все но мужчина же любят когда их хвалят чем чаще хвалим тем больше они делают у нас магнитолу украли и вот тимуру отдали магнитолу старенькую еще нужно отремонтировать пока на время поставить так что тимура много работы ну все вот такой рукодельный влог отчет чем мы занимались в последнее время спасибо вам за просмотр всем желаю удачи с вами была инесса пока пока а еще тимур и алина я всегда говорю были инесса а на самом деле мы уже снимаем всей семьей пока 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 а